друзья всем привет пойдем сегодня у нас не совсем обычный выпуск мы поедем тестировать одну машинку китайскую так как тенденция сейчас за китайскими машинами проедем и потестируем технические подробности вдаваться не будем чисто интерьер и экстерьер и рулежка я смыну наш кадиллак установил вот этот автоматический освежитель воздуха ароматизатор еще не пробовал но я потом вам позже про него расскажу поехали друзья вуаля взяли мы арендовали на небольшое время вот этот новый автомобиль черри тига 7 про грязный конечно немного цель цель попробовать китайский автомобиль немножко его подсравнить что как потому что тенденция у нас сейчас за китайскими автомобилями раз мы поедем посмотрим как он в движении как чего двери тугие открываются хорошо меру тяжеленькие кожаный салон ухожи не кожи и не знаю мне кажется это жесткий дерматин полочка есть там до потолка не достаете два пацана ростом метр семьдесят метр восемьдесят сидят вполне себе нормально но третий человек подожди третьему человеку будет тесновато а чё сзади есть из регулировки на ней ничего нет может комплектация простая воздуховода только и все больше же ничего нет потолочника нету а тут зарядка тут у нас типа алюминий какой-то тут типа кожа видимо комплектация достаточно простая и теперь зайдем сюда здесь открытие-закрытие зеркала сиденье опускаются поднимается регулировки руль типа обтянутый закрой двери написано мультимедия сейчас мы в пути и посмотрим рычажок такой интересный это тоже самое но все поехали так еще вот мы сели пристегнулись так мультимедия нам пока не нужно сейчас посмотрим здесь нет просто коврик такой как мы заводим заводится с кнопки работает тихо сейчас машинку погреем я так ездить не могу так у нас есть воздуховода тут типа типа кожи тут всякие звуки настройки по телефон мультимедиа на яркость экрана система bluetooth так фото видео систем недостаточно обывающей жидкости лишь показывает акачу тут есть так автомобиль обновление инструкция карплей можно телефон типа наверно подключать до обновление надо уже ну как бы не быстро это листает но не быстро он работает задержка есть немножечко ладно барахол не надо ради она не нужно так что тут есть подогрев лобаша по моему это если не ошибаюсь да то есть вот печка направление обогрев сиденья есть у тебя у меня сзади нету подогрев только жопы чё попы плупа какая разница авто кондиционер чё-то так это этот ножник ручник нормальный такой сухо легкий руль ну тут как-то он легче а чё пробег пробег у нее 19000 601 километр всего то есть пробег это сиденье не неудобно я сижу почему мне неудобно у нас у тебя регулировки в ручном режиме да то есть я там нету получается электронную регулировка только у меня у водителя в этом нет так ничего у нас цвету тут прикольный да он тоже задержка тут для очков хоряшка здесь это нам не надо не будем сос какой-то трогать без какой-то наведятор так радио да как его подключать вот тут еще есть тут на руле есть круиз-контроль получается есть на руле какие-то эти то же самое что и там расход интересно показывает он нет звука немного ну так ничего зеркала зеркала конечно по сравнению с нашими маленьких так ничего трогаемся пристегнулись прогрев двигателей завершён можно ехать давление свои показывают 2 и 3 2 1 2 2 2 на улице минус 5 градусов все пробуем все поехали паркинг прикольно задний ход камера есть качество камеры комиксов так себе но здесь зато вот эти вот линии так она паркинг встает просто кнопочки нажимаешь и все ты смотри сюда нажал один раз дэшка и потом туда нажимаешь в сторону нейтраль и рк чтобы вернуться в паркинг просто нажимаем кнопочку и все и все у нас наверное заблокируют прогрев включи очень-очень холодно холодно сейчас добавляется климат же есть получается и все еще подключи пока мы вообще незаметно вибрация есть прямо то есть я прям это по попке трясет так то видом далее еще на китайских машинах вот так вообще ну после кадиллака тормоза конечно огонь и пушка ой 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 молки ой ой медленно да разгоняется так вообще даже можно зато тормоза тормоза ага тормозит самое главное тормоза тормоза и тормозить не надо оно же не разгоняется короче машина трясется вся 19 тысяч пробега, у нее вибрация Видимо, это в родне так идет Печку включили побольше Она вообще что-то затряслась вся Не знаю Мне понравился руль Руль легкий Здесь вроде все красивенько Это красивенько, но она вибрирует Как будто старая лада Здесь все эти динамики стоят А дует? Вроде дует Здесь вот дует, но максималку Стоит, а дует вообще еле Да, вообще мало дует Я по-моему где-то читал, что многие эти жалуются Они китайские машины Чем в них кто-то С ветрой дуйкой, с печками Какие-то проблемы Разгоняйся Думаю Я не могу отсюда Разгоняется Машина Не очень У нее видимо двигатель слабый Полторашка, наверное Кикдаун у нее и есть Но она при этом вся трясется И разгоняется достаточно медленно Ну сравнивать конечно Честно с тобой Мы сейчас остановились и трясется все А что у меня бензина смотри мало У меня палочек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что дамы и господа Хочу немного подытожить нашу поездку Мне этой коротенькой поездки хватило Чтобы оценить Именно данный автомобиль И понять что Такой автомобиль я никогда не куплю Ну если у меня конечно не будет Другого выхода Это просто шлак Это конфета То есть Внешняя обертка А внутри А внутри Это Школьная конфета Такая Поэтому Вот эта хохоряга неудобна Хотя смотрится Ну прикольно Ну да Монитор Вот этот спидометр Все Показатели Датчики Да Интересно Ярко Все В целом понятно Руль Толстый В руке лежит удобно Легкий Здесь ехать неудобно Вот эта вот скошенная Рука падает Вниз Слишком низко Регулировка сиденья Только у водителя Электронная Там механическая Ну может на других комплектациях Это по другому Печка Дует В целом Плюс-минус нормально Рычаг Переключения Передач Достаточно Удобный Вот эти вот Кнопки Они вообще Неудобны То есть Это Ну как бы Для меня Это Неудобно Здесь Получается С левой стороны Как обычно Поворотники Свет Все на этот Рычаг Повешен Здесь у нас Управление Дворниками Омывайкой И так далее Здесь у нас Потолочный свет Есть Сзади света Нигде нету Ну в целом В целом Вот такой автомобиль Разгоняется Он достаточно Медленно То есть Причем Вообще Медленно Он разгоняется Я Ну как бы Я не знаю Может конечно Это после Кадиллака Так кажется Но он Очень медленно Разгоняется У нас было Мазда 1.5 литра Демио Это вообще Был зверь Просто Здесь я не знаю Сколько Наверное Тоже полторашка Но ни хера Не разгоняется Очень медленно Это все происходит В общем Итог Такой автомобиль Я бы себе Не взял Все Всем удачи Пока Будем тестить Другую машину Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok